Дорогие друзья, я нашла офигенное видео, перевела его немца, но у него родители приехали в 70-е годы, первые, называется, Гастабайтер. И этот парень говорит в своем видео, чего превратили в Германию. Я немец, я немец, я родился в этой стране, я чувствую себя человеком второго сорта. У него умышление уже немецкое, да, у него есть какие-то традиции, которые он перенял от своих родителей. Но в чего превращают в Германию, он не видит вообще будущего, если мы что-то не изменим. Буквально недавно я смотрела видео одного тоже немецкого блогера, правда, тоже иностранного, у него, ну, он родился тоже в Германии. Не знаю, мне кажется, он тоже турок, но человек очень образованный, парень молодой, и он говорит тоже о политике, обо всем. Он показывает различные районы Берлина и рассказывает о них. Он как и рассказывает о фашистах, например, в один из ресторана недавно он рассказал, его не впустили, потому что он выглядел как турок, хотя он немец, ребята. В то же время он рассказывает о том же и показывает, что у нас есть очень дорогой район, называется Вильмесдор. Там сейчас почти подстроены шикарные новые квартиры. Для кого? Для украинских беженцев, ребята, для украинских беженцев. Все, которые говорят, что сейчас будет лучше, что их, о, там, да, карточки уже начинаются, все понятно. Но, ребята, это не меняет того, что происходит, что мы немцы, что местные немцы, коренные немцы не имеют права на квартиры. В то же время люди, которые пользуются этими благами, которые приезжают из таких, из Киева, из других, из Западной Украины, получают лучшие новые квартиры. Даже мы с мужем никогда не жили в новой квартире. Только один раз, давно-давно, это была квартира, у нас, говорит, о Марш-ТВ, я уже говорила, так далеко, что это просто кошмар, и тогда и транспорт не ходил, и все. Другой район, это Шпандал, кто смоет меня из Берлина, знает, что я имею в виду. Очень хороший, тихий, спокойный, в принципе, район, очень много зелени, он на границе Берлина находится. Там просто люкс квартиры устраивают. А для нормального населения, для беженцев. А для нормального населения, почему мы не говорим о беженцах? Как так же не может дальше продолжаться, друзья, что люди, корожденные в Германии, или те люди, которые живут, как я, почти 40 лет, которые заработали пенсию, которые работали, и сами немцы заработали. Мой муж сам говорит, зачем я такую пенсию заработал? Из нее столько вычитать, чтобы мне легче было и меньше работать, а получить ту же самую пенсию. Еще и привилегии доплачивали за квартиру, доплачивали за медицину, доплачивали за все. А так мы выбиваем каждый цен и платим налоги со своей пенсии. Для кого? Чтобы были деньги на строительство. Квартир шикарный для беженцев из Украины. Разве это выход, который пользует нашим государством, пользует стряков, пользует наших людей? Независимо от... Я не националист, поэтому я только за равноправие, из-за того, чтобы люди работали, а не тунеядцком занимались. И не выбирали страну только по экономической причине, а не из-за войны и еще чего-то. Сейчас он рассказывает о очень дорогом районе, где построили квартиры, что они выглядят как бунгалов, но шикарные. Сейчас для беженцев из Украины и сирийцев строят шикарные квартиры. Абсолютно новые. Как это может быть? Как это может быть, что я не могу себе найти квартиру? А они только приехали, и им, пожалуйста, квартиры новые, люкс-квартиры. Есть семьи, которые пять комнат получают, если они с детьми приехали. Сейчас он говорит, надо выбросить мой паспорт и как украинцам приехать в Германию. Это он, конечно, выронизирует, говорит, ну, ноги уже, даже немцы настоящие об этом говорят. Им предоставляют три тысячи евро для обстановки квартир. Мы, ребята, с мужем, старая у нас мебель, у нас нет этой возможности. Мы отказались от машины, отказались от новой мебели. Во благо путешествия. Ну, тут путешествие что значит? Находиться на море для здоровья. Уже мне этот климат подходит. Очень хорошо. Сейчас он говорит, у нас четыре человека в семье. Мы турки. Мы не можем получить для ребенка маленького, ни для чего. И даже все немцы. Мы. Я работаю, они все. Пожалуйста. Тебя, ты не получишь даже квартиру, если ты сам платишь. Имеешь возможность платить. Потому что это политика. А украинские беженцы все получают. Сейчас он говорит о квартирах, новых совершенно. Люкс-квартирах для украинских беженцев. А люди, ни немцы, ни рожденные иностранцы здесь, ничего не имеют. Сейчас он будет говорить, что новые квартиры строят только для украинских беженцев и сирийцев. В основном украинских беженцев. Нормальный человек, немец, не получит новую квартиру. Только если купит. Сейчас он говорит, что эти новые квартиры для украинцев, они выглядят как пентхаус. Еще, еще современнее. Я не знаю, как внутри выглядит, но, говорит, наружу такой люкс. Много места. Он говорит, это, конечно, кошмар. Я тоже желаю себе такой, и многие много желают. Будучи турком, вы принадлежите к низшему классу Германии. Но если вы еврей, вы становитесь неприкасаемы. Ребята, я очень хорошо к евреям отношусь, у меня друзья есть. Я говорю только то, что говорит турок. Вы сириец, вы бесполезны. Вы украинец, просите убежища. Вы человек класса люкс. Все больше и больше иностранцев Германии возмущают и дают волю своим эмоциям, своему мнению. Я хотел бы ответить на некоторые замечания сообщества, потому что турки в Германии, некоторые, с которых здесь родились, тоже имеют право голоса и должны тоже говорить, и должны прислушиваться к ним. Но, конечно, вы как немец также можете это сделать. И я всегда с нетерпением жду обратной связи, особенно в комментариях. И, соответственно, мы сейчас осматриваем все в этом видео. Одна немка пишет. К сожалению, есть довольно много иностранцев, которые хорошо живут за счет Германии. Быстрее получают квартиры, иногда даже новое строительство. А немцам иногда приходится жить в полуразрушенных квартирах. Доступные квартиры для них только совершенно не остаются. Так что неудивительно, что немцы недовольны больше и больше. Она говорит, сын немка редко ездит в город и всегда берет с собой, чтобы было быть в безопасности. Если вдруг что-то произойдет, это в Германии. Здравствуйте, я турок, я родился в Германии. Лично я нахожу, что не только Германия, но и Турция, и многие другие европейские страны, особенно восточные, сейчас полностью находятся на грани краха. Большую роль играет не только неконтролируемая волна миграции, но и инфляция, и раскол общества из-за волнений многих политиков, и происходящих в настоящее время войн, и разжигания войн. Правая радикализация, которая усилилась, и люди раздражены. Они не хотят войны и беспорядков. Но у многих партий неправильные действия и подходы ко всему этому. И это приводит к тому, что люди чувствуют себя неуверенно, и выбирают радикальные партии, например, такие, как альтернативная партия из Германии, АДГ, АЭФД. Даже иностранцы больше и больше. До тех пор, пока не будут решены проблемы поставок оружия, и неконтролируемая волна миграции, инфляции, к сожалению, так будет продолжаться бесконечно. Многие страны находятся в экономической кризисе, сцены растут, у пенсионеров вряд ли найдется много денег в кармане, и так далее и тому подобное. На мой взгляд, в политику должны идти молодые люди, которые умеют явно, ясно мыслить, находить решения, и не являются расистами. Потому что мы все уже устали от этого. Мы хотим жить в мире. Несите больше любви к мир, ребята. Так продолжаться больше не должно. Политики приходят и уходят. Но мы, наши дети, внуки остаются. Мы останемся и должны быть уверены, что все мы ладим друг с другом и уважаем друг друга. Этот блогер говорит, если у вас есть две дочери, которые вам еще предстоят воспитать в сегодняшней Германии, Товчишок, он говорит, то вы заключаете сделку с дьяволом. Он говорит, я убежден, что политика контролируется извне. Вы можете очень хорошо увидеть это в текущей тематической политике за последние три года. Вот несколько примеров. Протесты Северного потока. Второго. Корона. Запрет на что-то вроде такого, как я уже говорил, везде известного. Газеты, компакт, которая, я много говорила, на которой в один из дней недавно был наложен запрет нашим правительствам. На одного человека, организатора газеты, напали 30 человек полицейских, окружили дом его. Это свобода и демократия, который говорил о таких делах, которые говорит тоже турок, который здесь родился. Итак, он говорит, конечно, не обошлось без Запада, других стран, таких, как, вы сами знаете, кордона Америки. Безответственное расходование налогов наших политиков, нарушение основного закона, хотя кто-то якобы об этом заявляет, хотя это все только бля-бля, подстрекаться к войне или пропаганда, например, Украина, разрушение отечественной экономики. АДГ-партия, вагентный, тоже является объединяющей стороной одних и тех же людей, которые также предлагают что-то вроде ХДС и СВДП или правые всем альтернативным партиям затыкают рот или не рекламируют публично. Сегодня в Германии нет свободы выражения мнения или гонения у нас. У нас здесь диктат мнений. Германия сегодня определенно идет в неправильном направлении. Думаю, я выражу мнение многих, когда говорю, что несмотря на то, что я здесь родился и вырос, я сам являюсь гражданом Германии, я не чувствую себя в безопасности в Германии сегодня. Я вижу в политике. И только двойные стандартные. Дополь-то мораль, я говорю. Ложь, лицемерие, разрушение моральных ценностей, семейных ценностей, таких, как имидж, семья, свобода, вероисповедание, диктатура, упакованная в подобие демократии. В то же время вам больше не разрешается говорить многие вещи в стране, где якобы существует свобода на выражение мнения. Никто из этого не означает, что я не люблю Германию. Наоборот, как я всегда говорю, я хочу счастливую Германию с будущим для людей. Именно для людей, для своего народа. Свой народ. Это подразумляются не только немцы. Свой народ. Это иностранцы, которые вносят лепту в эту страну и которые годами строили эту страну и превратили ее в развивающую страну, которую за два года погубили наше правительство. Германия. Мой родной дом такой же степени, как и Турция. Что меня огорчает? Это то, что в очередной раз у власти находятся те люди, которые разделяют, разрушают страну. Друзья, есть такой комментарий, этого человека пишет, от какого-то человека, которого фамилия Фолькенфлюк. В первую очередь, человек в своем достоинстве должен быть на первом плане везде и в мире. Однако, если кто-то приезжает в страну и к нему только относится прекрасно и терпимо совершает преступление, он в любом случае, в зависимости от тяжести этого преступления, должен быть наказан депортиром. У нас это не делают. А если, не дай бог, немец тут же закрывает, тут же блокирует и так далее. На мой взгляд, голосование за партию АДГ, АФД это не решение, а это выход из положения. Потому что у немцев сейчас очень быстро все обобщают и бросают в один котел. Если ты будешь вести себя прилично, тебе не будут преследовать. По крайней мере, такой был девиз наших родителей. Им не он нравится, но мы также должны осознать, что происходит прямо сейчас. С 1974 года у меня есть отдельное видео о Крольсберге, о Гастарбайтове. Первое поколение Гастарбайтова, это дети. Ихни сейчас дети. Я тоже один из поколений Гастарбайтова, я родился в Германии. И теперь с 2015 года мы должны быть поставлены в равных условиях коалифицированными рабочими. Это означает, что иностранец, турок, немец, немец, турок посетил себе бундесфер, и бундесфер призывал в армию, то есть был в армии, даже готов был отдать за это свою жизнь, и тем не менее сейчас к нам такое отношение. А к людям, значит, которые приехали, ничего не делают, защищают, и все, они получают бесплатно. Он говорит, я родился в Германии, до сих пор живу в Германии. Об одном нужно сказать заранее, Шольц и остальные политики потеряли неудачи с самого начала. Меркель действительно можно, по Меркель может действительно плакать, потому что она много добилась, скобка, за исключение кризиса беженцев, сегодняши политики не знают, что делать от скуки, больше у чего не работают, не зависит от того, за что вы хотели взяться, это стоило дорого. Как будто экономический кризис недостаточно, провокации идут против друг друга, чтобы перевести европейские страны в Германию в третьей мировой войне. Многие против Эрдогана, но по крайней мере у него достаточно яиц, яйца, у нас говорят, яиц в штанах, то есть он мужик, он говорит, и он знает, чего хочет, даже если у него, это говорит турок, бывший турок, не бывший, он родился в Германии, турецкое просхождение, турецкие у него родители, это он, гастарбайт, а он в принципе воспитан здесь, он немец, один из его знакомых тоже говорит, у меня есть ребенок, и я не хочу, чтобы он рос здесь, в Германии, в каком-либо большом, особенно городе, и он говорит, если у вас здесь есть несколько евро, то есть немножко денег, или что-то в Турции, недвижимость, вы можете построить там прекрасную жизнь для своих детей, безопасным будущим, Турция может быть дорогой, экономика не такой хорошая, но там все равно много замечательных уголков, замечательных людей, для меня Германия всегда была моим домом, я тоже здесь родился, это другой говорит, я здесь родился, мои родители приехали сюда в 1960 году, но проблема в Германии заключается в том, что вы действительно не хотите подвергаться дискриминации в учреждениях, организации власти и быть гражданом второго сорта, мы теперь немцы или полунемцы, граждане второго сорта, я много раз говорю, будучи турком, вы принадлежите к низшему классу в Германии, но если вы другой нации, вы становитесь неприкасуемым, система простой, даже немцы недовольны, тоже чувствуют себя так же, если вы сириец, вы бесполезны, вы украинец, простите любящий класс, алекстада, здесь все двойные стандарты, здесь пишет другой человек, я миграционный background и живу здесь, в Германии, в 1972 года, я пережил 70-е, 80-е, 90-е годы, и это было одно из самых прекрасных времен, я подтверждаю, я приехала 86-го, с 2015 года, я полностью подтверждаю, я уже не узнаю страну, Германия больше не является землей обетованной, это страна, которая тонет, как титаник, я не фанат АДГ, альтернативной партии Германии, но даже принципиально я бы проголосовал за нее, в заключении этого видео я должен добавить комментарии, я только что получил, и это немецкий комментарий, и в нем есть все, и что должно заставить всех задуматься, еще раз, Томас пишет, хаос нужен всему миру, напишет немец ему на комментариях, вы всегда имеете дело с симптомами, вместо того, чтобы распознать эту болезнь, кто бомбит страны, сеет нищету и гонит людей в Европу, особенно Германию, кого интересует хаос, война, нищета, кто в этом помогает, и какова их цель, если мы не распознаем, не устраним причины настоящих виновников руку об руку, то там будет всегда или станет так же, так будет, он хочет сказать, все равно какую-то вы партию выберете, будет одно и то же, они говорят, мы рабы, мы никогда не могли выбрать, он говорит, люди, которые дают голоса, как вы это не понимаете, выбирайте любовь, человек говорит, Германию превратили, а так же видео, он говорит, что мы действительно сейчас народ, турки, которые здесь родились, которые работают, которые учились в школе, которые были даже в армии, чувствуют себя людьми, которые что-то делают для страны, а не бездельники, что чувствуют себя второго сорта, и так же он говорит и немцы тоже, и там будет тоже говорить однонемка в его видео, что она так думает обо всем, и проблема, это не с иностранцами, или гастарбайтерами, которые приехали много-много лет арбайт, проблема в наших политике, что наши политики впускают в нашу страну непроверенных людей, открытые ворота для всех, что бы они ни говорили, как бы они ни говорили, будем иметь политику, будем контролировать, будем их депортировать, все это фигня, все это слова, на самом деле все по-другому, и он говорит, почему, если они делают преступление, почему их не отправляют назад, в то же время немцы за каждую ошибку, за слово, которое он сказал, просто открыто сказал свое мнение, или какие-то газеты, которые открывают лицо своим бюргерам на то, что творится в нашей стране, различные блогеры, которые рассказывают их каналы под запретом, закрывают газеты прогрессивные и так далее, а в то же время те люди, которые занимаются криминалом, насилием, их покрывают и они остаются дальше здесь, он говорит, он сам, его родители сами, в принципе, иностранцы, и больше и больше иностранцев приходят в партии АДГ, я не пропагандирую, каждый имеет выбор свой, я за партию АДГ, мой муж за партию Сара Ваганклей, но мы хотим сказать и открыть правду людям, что люди переменили, переобулись и поняли, где мы живем, те, которые еще не поняли, что творится на самом деле, и в Германии так много иностранцев, которые действительно понимают, о чем говорит этот парень, и он говорит, как может так, что украинские беженцы, они считаются, беженцы класса, люкс, получают шикарные квартиры, ведь независимо, из какой вы страны, любой стране, если вы приносите пользу этой страны, и благодаря вашим налогам эта страна развивается экономически, вам будет неприятно, если вы чувствуете неравноправие, что люди в любой стране, люди, которые рождены в этой стране, или даже те, которые много лет живут, или даже не так много, но стремятся, чтобы работать, добиваться успехов, что вы сами не можете найти себе квартиру для проживания, те люди, благодаря которых вас, вот вас всех, в любой стране мира, благодаря которых существуют вообще страны, ведь все, вся экономика существует благодаря нас, людей, обычных людей, и если вы видите, что квартирный вопрос хуже, хуже и хуже в стране, а в это время вы не можете найти молодые семьи, вы пожилые не могут найти или живут в ужасных условиях, многие, мы не говорим те, кто хорошо устроился, а если вы будете в любой стране, в той же России, ребята, или в Украине, и если вы вот видели, что ваши квартиры, новые, прекрасные дома отдают людям, которые даже в месяц не проработали, то время, когда вам негде жить, какого бы вы мнения были о том, что происходит, независимо, какой страны вы родились и где вы проживаете, вы чувствуете себя людьми второго сорта, невроноправия, и вы возмущены этим. Дорогие мои друзья, я прощаюсь с вами, надеюсь, вам было со мной интересно, всего доброго, пока, всего хорошего, до следующих видео. Ваша Эрика из сердца к вам, пока!